Раф, он пишет, что человек не должен спрашивать о наслаждении, что будет целью этого наслаждения. Да. По всей видимости, наслаждение только мешает связи между Творением и Творцом. Для чего же нужно наслаждение? Ты не можешь построить отношения с Творцом, если не будет страданий и наслаждений. Ты обязан построить эти отношения на страданиях и наслаждениях, потому что это, в общем, природотворение, это желание наслаждаться, а природа Творца — желание отдавать, наслаждать. Какова роль наслаждения в связи между Творцом и Творением? Роль наслаждения в связи между Творцом и Творением, чтобы Творение ощутило отношение Творца к Нему как наслаждение, и чтобы захотело в том же виде относиться к Творцу. Попробуй думать все время, что ты хочешь доставить Творцу наслаждение. Каждое действие, которое приносит Творцу наслаждение, называется заповенью. Каждое действие, которое противоположно тому, чтобы доставить Творцу наслаждение, называется прегрешением. Каждое действие, которое приносит Творца к Нему как наслаждение,